Добрый вечер. Сегодня я собираюсь закончить рассказывать план доказательства теоремы Cartier-Costante-Gabrielle, так о том, что кокоммутативная алгебра Хопфа над полем алгебраически замкнутым характеристикой ноль, значит, является вот то, что мы назвали в прошлый раз smash product, smash product, то есть полупрямым произведением универсально обертывающей алгебры, алгебры своих примитивных элементов и алгебры, ну давайте я напишу, теорема Cartier-Costante-Gabrielle, значит, что если К это алгебраически замктое поле, ну можно не предполагать, что она алгебраически замктое, тогда нужно предполагать, что она точечная, алгебраически замктое поле характеристикой ноль, значит, AH это кокоммутативная, точечная, вот одно из этих двух вещей нужно предполагать, алгебра Хопфа, значит, Х изоморфно УПХ, значит, smash произведение на К от G от H. Так, где это smash произведение понимается так, в действительности, значит, это smash произведение как алгебра, и это тензорное произведение как Q алгебра, но потому что в, значит, ко smash произведение там, значит, коумножение не кокоммутативное, не кокоммутативное, вот оно там подправленное, да, а здесь мы предполагаем, что оно кокоммутативное, вот, и это значит, что мы должны сохранить обычную операцию, ну и вот то, что smash произведение является, значит, алгеброй Хопфа относительно этих операций, так, вот, значит, эту операцию мы определили в прошлый раз, так, умножение там, я сейчас еще раз его определю еще в чуть большей общности, то есть вот, значит, что такое тензорное произведение? Тензорное произведение, это, значит, для групп был бы аналогом произведения групп, да, что такое smash произведение? Это для групп был аналогом этого было бы, значит, полупрямое произведение групп, вот, но на самом деле можно сформулировать чуть более общие теоремы, и сейчас, конечно, вот ни в одной книжке вы не найдете доказательства вот теоремы такой, потому что там что-то более общее доказывается, так, значит, а именно доказывает, вводится структура, значит, cross product, ну и на самом деле совсем в современных книжках, конечно, там рассматривается не кокоммутативный, а, так сказать, не кокоммутативный, но в контролируемом смысле, то есть вот что-то типа квантовых групп, и тогда там как коалгебра, это тоже вводится, вот помните, cosmesh произведение, да, так, но на самом деле заменяется на другую операцию, подкручивается, чтоб оно стало не коммутативным, там есть такого же типа результаты, но тогда там тонкая проверка, вот то, что я в прошлый раз, так сказать, в этом месте как раз закончил, там действительно тонкая проверка того, что эти операции согласованы, что действительно не сдают алгебру хопа, понимаете, да, то есть когда и произведение подкручено, и ко произведение подкручено, вот, сейчас мы будем подкручивать только произведение, но зато произведение будем подкручивать сильнее, так, значит, что вот для групп являлась бы следующим шагом, так, ну вот буковка сигма вам должна на это намекать, что для групп было бы следующим шагом после прямых произведений и, значит, и полупрямых произведений, ну расширение, так, вот это, так сказать, то, что называется для алгебр хопа крост продакт, вот, и, значит, сейчас я, а для групп это расширение групп, значит, так, ну кто из них нормальный, кто на ком действует, значит, h нормально, так, но здесь что-то, здесь g, здесь единица, вот сейчас мы определим аналог вот этого дела, значит, чем это отличается, это отличается тем, что, там, если мы представляем, если мы мыслим себе элементы вот этого расширения, как пары элементов hg, то как, так сказать, как они умножались, значит, здесь, они умножались покомпонентно, как они умножались здесь, значит, они умножались, значит, умножались в g покомпонентно, а в h еще действовало сопряжение при помощи элемента hg, это в точности вот смеш-произведения, а как они умножаются здесь, а здесь они еще, кроме того, умножаются на, значит, на 2к-цикл, на элемент, который, вот, отображение, значение отображения, которое паре элементов же сопоставляет элемент ваш. Вот это, так сказать, конструкция Шрайера, да, расширение. Так, вот, и сейчас мы определим аналог этого дела для алгебр, сформулируем более общую теорему, так, естественно, там проверки все, так сказать, замучились и производить, то есть я вам сформулирую. Да, да, и чтобы расширение было, чтобы умножение это было ассоциативным, должно выполнять соотношение 2к-цикла. Сейчас мы ровно это определим для алгебры Хоббла. Вот, значит, ну вот, на самом деле мы докажем более общую теорему, ну не докажем, а я говорю, что я расскажу план доказательства следующей теоремы, пропуская, естественно, огромное количество технических проверок, там, начиная с проверки ассоциативности, что это замучаешься. Так, значит, мы докажем теорему, которые, грубо говоря, звучит вот так вот, значит, я не уточню, так, значит, ну вот это, так сказать, первая формулировка. Значит, точечные алгебры Хоббла на поле являются так, ну и, значит, теперь мне нужно перевести кросс-продакт, значит, ну это мы решили называть смеш-продакт по-русски, а это мы, я не знаю, как решили называть кросс-продакт, скрещенное произведение. Я не понял, что вы говорите? А для смеш мы как называли? Ну да, ну а что, значит, является вот скрещенным произведением неразложимой алгебры Хоббла, но мы в точности опишем, какой? Так, на которой действует групповая алгебра. Вот, значит, ну и для этого сейчас мы, значит, еще немножко поговорим про общую коалгебру. Так, значит, что нам понадобится? Мы чуть-чуть обобщим, значит, понятие вот смеш-произведения, значит, до того, как введем К-цикл. Так, а именно, пусть у нас С это коалгебра, а А это алгебра. Так, тогда, значит, мы с вами изучали в прошлый раз, значит, действие вот коалгебры на алгебрах, которая удовлетворяла вот такому тождеству. Правильно, да? Так, значит, где Х из С, значит, АА, АА и Б из АА. Вот, но вот на самом деле любое отображение, для которого это тождество выполняется, называется, не обязательно связанное с модульным действием, как вот мы в прошлый раз формулировали, называется Measuring. То есть это отображение, которое, значит, паре элементов сопоставляет вот Х точка А. Так, и вот, если оно удовлетворяет вот этому тождеству и удовлетворяет вот тождеству такому, что, значит, Х на единицу равно Эпсилон Х, ну, на единицу в обычном смысле, вот этим двум тождеством, то оно называется, называется Measuring. Вот как это на русский перевести, я опять в глубокой задумчивости. Measuring of C and A. Ну, я, ну, это не measure, это не мера, это, так сказать... Мезурация. Ну, я, ну, я не знаю. Вот, значит, вот, это первое, что мы будем рассматривать, так, и второе, это мы будем, значит, на самом деле нас будет исчезать случай, когда С это не С, а это алгебра Хопфа, так, когда, значит, в действительности С является алгеброй Хопфа, так, и в этом случае мы будем рассматривать, вот, значит, два К-цикла, так, то есть мы будем рассматривать билинейное отображение, но которые должны быть влиять каким-то тождеством для того, чтобы та операция, которая получится, была, значит, была ассоциативной, так, для начала это просто билинейное отображение. Вот, ну и теперь давайте введем, значит, вот, введем на АН на тензорном произведении вот новую структуру, значит, то есть как векторное пространство это тензорное произведение, так, введем новую структуру, так, которая, значит, задается вот такой вот формулой и, значит, предлагается найти 10 отличий от той формулы, которую мы видели в прошлый раз, значит, АХ, А тензорный Х умножается на Б тензорный У, следующим образом, сумма по Х, значит, АХ1, Б, так, но это пока ничем не отличается от того, что было, правда, да, значит, Сигма, так, по Х и У, Сигма Х2, значит, У1 тензорно Х3, У2, вот это вот формула, это формула нашего умножения, вот, в, которая определяет крост-продакт, так, но все, все увидели различие, да, что в прошлый раз была точно такая же форма, только без этого слагаем, ну и поэтому, соответственно, соответственно, Y, с Y ничего не происходило, а здесь стояло Х2, правда, да? То есть суммирование было только по, значит, только по разложению дельта от икса, да, и здесь было вот это вот, без этого, а здесь было Х2 на Y, Х3, ну да, Х2, Х1, Х2, Х3, то есть Х мы применяем дельта два раза. Сейчас, а мы в этом умножении фиксировали межеринг? Мы фиксировали межеринг, межеринг это точка, да, так, значит, то есть вот то, что мы видели, задается так, значит, ну понятно, да, здесь А и В из А, А и В из А, а X и Y из H. Да? Философский смысл это, что, скажем, вот эти, вторые координаты почти перемножаются, вот это Х3 и Х2, а первые координаты подправляются вот так, с помощью Сигмы. Да, значит, вторые координаты умножаются, как они раньше умножались, а первые координаты подправляются, философский смысл состоит в том, что это значит, что это аналог расширения, что это подкрутка, да, которая говорит, что в действительности в G не является там подгруппой. Понимаете? Вот, значит, но это совпадает с тем, что у нас было в следующем случае. Значит, пример, если, значит, А это то, что у нас называлось в прошлой, на прошлой лекции H-module algebra, так, значит, то есть если на А действует алгебра Хопфа в модульном смысле, так, значит, то есть если это, что такое, алгебра в категории модулей, да, так, значит, то тогда, во-первых, модульное действие является measuring, но потому что оно удовлетворяет еще там каким-то тождеством, но в частности этому, то, значит, действие H на А measuring, так, значит, и если положить σ от xy равным εx εy, значит, то тогда, то тогда это будет смеш-произведение, значит, то тогда, а cross product H это вот то, что у нас было смеш-произведение, то есть в этой ситуации это превращается в смеш-произведение. А если кроме того, если кроме того, значит, xA равняется εxA, то есть если модульное действие таким вот образом выглядит, то тогда это, значит, тензорное произведение. В обычном смысле. Тензорное произведение аудебра. То есть вот в этом случае подкрутка тривиальная, а в этом случае действие тоже тривиальное. Дополнительное, кроме того, да. Вот, значит, то есть это значит, что и тензорное произведение и смеш-произведение в действительности являются примерами, частными случаями вот этого самого cross product, это более общая конструкция. И в действительности мы сформулируем результаты для чуть там более общей, чем эта теорема, так, который потом специализируется в эту теорему там вот в случае, там при каких-то дополнительных предположениях. Так, значит, ну вот, первый вопрос, который у нас возникает, естественно, вопрос такой. При каких предположениях на σ это дело будет ассативной алгеброй? Так, ну вот, оказывается, что это ассативной алгеброй с единицей. Оказывается, что это, значит, следующие четыре тождества. В точности эквивалент на выполнение следующих четырех тождеств. Теорема, значит, а крост h, ассативная алгебра с единицей, а крост h. Равный единица а, тензорная единица h, эквивалентно тому, что выполняются следующие четыре тождества. Значит, первое, σx1 равняется εx, 1 равняется σ1x, так, ну это единица. Значит, второе часть единицы, второе, естественно, что единица действует как единица, что в модульном действии выполнено автоматически. Здесь мы не предполагаем, что это модульное действие пока. Мы говорим measuring, но в модульном действии это выполнено автоматически. Так, значит, и дальше два тождества. Так, значит, первое тождество выглядит так. Вот, и это в точности доказывается следующим образом. Значит, пишется условие ассативности для трехразуемых тензоров. Мы уже доказываем, да. Вот, мы, сейчас я напишу. Пишут, я доказываю, как, откуда она берется. Пишется, значит, тождество для вот а тензор на x, b тензор на y, c тензор на z, ассативность. Так, и, значит, то есть просто расписывается по определению. Так, и тогда ассативность вот превращается в следующие два тождества. Значит, первое, значит, x1, sigma, y1, z1. Так, значит, дальше sigma, x2, y2, z2. Так, это левая часть, равно. Так, и правая часть. Теперь совпадает? Значит, равно sigma от x1, y1. Так, sigma от x2, y2, z. Ну, вот, если вдуматься, это в точности соотношение два кацикла. Вот, значит, и еще одно тождество. Так, сумма по x, y, x1, y1. А поскольку там у нас должны совпасть и первые, и вторые компоненты, понятно, да? Это, это совпадение первых компонентов, это совпадение вторых компонентов. Значит, или что-то в таком духе. В общем, проверяется непосредственно, вот я говорю, что просто записывается, приравнивается две вещи и вычисляется. Значит, а, sigma x2, y2, так, равно сумма по x, y, значит, sigma от x1, y1, x2, а, sigma, где? d, a, b, c, d. d, 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 d. Ну, а, a, b, c, a, b, c из a, x, y, z из h. Так, ну вот, ну а теперь еще интересней, когда, значит, когда это не просто ассотимная алгебра, а когда вместе с обычным тензинным произведением это алгебра Хопфа. Это еще три таких тождества. Понятно, да? А, нет, с тензинным произведением это куалгебра. С тензинным произведением это куалгебра, но нам нужно, чтобы, согласованность, да, чтобы, значит, а для антипода нужно будет не больше, чтобы это было обратимым в, обратимым в хом h крест h в а. Значит, я пока вспомню, что нужно, чтобы это было би-алгеброй, скажем так, теорема. А для алгебры Хопфа нужно будет еще что-нибудь потребовать, конечно, что будет выполнено в случае действия групповой алгебры. Так, значит, теорема. Так, значит, пусть А и H би-алгебры над К. Так, значит, и при чем H кокомутативно? Так, тогда кросс-продакт, значит, скрещенное произведение является би-алгеброй. Так, значит, еще раз, что это такое? Это произведение тензорное, в котором умножение задается вот так вот, а коумножение, как в тензорном произведении. То есть просто, значит, как ко-алгебра, тензорное произведение А и H. Как алгебра — это скрещенное произведение, как ко-алгебра — тензорное произведение. Значит, как алгебра? Как ко-алгебра А тензор на H. Значит, является би-алгеброй. Так, значит, если, вот выполняется А, В, С, Д плюс, так, если и только если, да? Если. Значит, плюс еще четыре, еще три аксиума. Значит, эпсилон от ха равняется эпсилон от х, эпсилон от у. Так, ну это понятно, на что мы намекаем, да? Чтобы, так сказать, чтобы эпсилон было, было, сохраняла единица, да? Что-то. А, было гоморфизмом алгебры. Вот, значит, F. F — это дельта от ха. Аксиомы довольно естественны. Ну, не аксиомы, а тот же, что довольно естественны. Понятно, что это и есть то, что мы хотим, значит, чтобы выполнялось. Но это ровно, значит, там, так сказать, что-то будет гомоморфизмом. Ку-алгеброй, да? Гоморфизмом, ну да. Умножение, мы понимаем, снова как мейжеринг, да? А? Умножение как мейжеринг, да. Вот, ну и то, и то же самое для сигма. И последнее тождество для сигма. Дельта от сигма xy равняется сумма по xy, так, значит, сигма от x1, y1, тензорно, сигма от x2, y2. Так, ну вот, так сказать, мы вроде... Ну и, значит, во-первых, для начала нужно проверить, что все это выполняется, нужно проверить, что, значит, упражнение, да. Но это страница 3-4 где-то, так сказать, такого плотного текста. Вот, все проверяется, да. Вот, нужно проверить, что все это выполняется, и что действительно выполнение этого гарантирует то, что это сативное умножение, и то, что они согласованы между собой. Так, значит, и теперь мы готовы, почти готовы, значит, формулировать более общую теорему, чем вот это, но вот в терминах крост произведений, которые потом специализируются, в терминах скрещенных произведений, которые потом специализируются в эту теорему, значит, в частном случае. Так, значит, а именно, вот во всех, как бы, современных текстах, там классифицируются не кокоммутативные алгебры, а точечные, pointed. Так, то есть, что, конечно, более общая, общая вещь. Так, значит, но вот для них доказывается некая структурная теорема, которая потом сводит их классификацию к классификации неприводимых, неприводимых точечных алгебр, а вот их классифицировать, как-то пока ни у кого, в общем случае, не получается, потому что их много, там, для полей положительных артистических очень много. Вот, значит, да? Ну вот у физиков часто СО2 квантовая, да? Да. Она и не коммутативная, и не кокоммутативная. Да, конечно. Это, видимо, простейший пример такой, да? Ну, простейший пример я приводил, там, алгебра Свидлера, алгебра Тафта, да-да, то есть, значит, уже вот начиная с размерности 4, там есть алгебры, которые не коммутативные, не кокоммутативные. Так, вот, ну, их много, но, значит, на самом деле, дело вот в чем, что они не то, чтобы совсем не коммутативные, были не кокоммутативные. То есть, вот это, значит, все квантовые, так называемые вещи, это же не есть общая не коммутативная вещь. То есть, значит, ну вот, что такое там квантовые многочлены, да? Это значит, что там переменные xy, они коммутируют вот каким-то вот таким вот образом. Но это разве не коммутирующие переменные? Значит, не коммутирующие переменные, это переменные, для которых вот эти вот две вещи просто линейно независимы. То есть, никаких таких соотношений для не коммутирующих переменных настоящих нету. Поэтому то, что физики называют не коммутирующими переменными, это смешная какая-то штука Понимаете, это, так сказать, не, это, значит, на самом деле это коммутирующие перемены, но просто в другой категории. Там, если правильно определять категорию, в которой все это происходит, это будет, ну, вот в правильной категории, там, октавы являются ассоциативными, там, и так далее. Кватернионы являются коммутативными. Просто нужно понимать, в каком смысле мы, так сказать, что мы спрашиваем, да, так, то есть вот поэтому это такая контролируемая, а что происходит в общем случае, конечно, там, просто, а такие-то, конечно, да, в каких-то предположениях можно. Ну, конечно, ну, конечно, да, конечно. Ну, вот то, что называется не коммутативная геометрия, ну, какая же она не коммутативная? Она коммутативная, да, коммутативная геометрия, просто такая коммутативность немножко необычная. Антикоммутирующие переменные, такие же коммутирующие переменные, правда? Вот, значит, так, ну вот сейчас мы разложение, разложение точечных алгебр Хопфа в скрещенное произведение. То есть, значит, вот сейчас мы как раз произвольные точечные алгебры над полем в представленном виде скрещенных произведений неприводимых точечных алгебр, а такие алгебры над полем хротисики ноль мы уже классифицировали в позапрошлый раз, в прошлый раз. Так, значит, и групповых алгебр, но вот здесь будет тоже групповая алгебра, но только не группа всех примитивных элементов, не группа всех групповых элементов алгебры Хопфа, а какой-то ее фактор группы. Так, и именно по какой-то будет фактор группа, то возникнет вот этот самый коцикл. Так, потому что этот коцикл будет как раз там принимать значение вот в этой нормальной подгруппе. Понимаете? Так, то есть это буквально, буквально является аналогом, вот эта конструкция, аналогом, значит, разложение группы в, представление группы в виде расширения. Так, поэтому, значит, нам нужно было немножко обобщить. Так, ну а в частном случае, когда, значит, поле, скажем, алгебраически замктое поле характеристики ноль, так, но, значит, сейчас я буду думать, значит, вообще алгебраически замктое поле, но при каких-то дополнительных предположениях, значит, у нас просто это нормальная подгруппа будет единицей, и получится та теорема, которая была, но тогда все действия будут тривиальными, в смысле, все коциклы будут тривиальные и так далее. Вот, значит, ну начнем снова с общей коалгебры, где коалгебра понимается не в смысле коалгебры, не в смысле объекта, а в смысле науки. Ну как есть общая алгебра? Вот, значит, общая алгебра изучает только алгебраические операции, а операция в коалгебре не является алгебраической операцией в смысле определений, которые используются в общей алгебре, поэтому я называю это общей коалгеброй. Значит, так, ну вот пусть у нас С это коалгебра, ну совершенно понятно, что такое, значит, когда С называется неразложимой. Значит, С это значит, что если из того, что С равняется Д плюс Е, где Д и Е под алгебр, под коалгебры, значит, следует, что С, что Д равно нулю, или Е равно нулю. То есть ее нельзя представить в виде, значит, в виде суммы двух собственных под коалгебр. Вот, значит, ну совершенно ясно, что каждая неразложимая под коалгебра содержится в максимальной неразложимой под коалгебре, которая называется неразложимой компонентой. А? Значит, каждая неразложимая под коалгебра Д в С. С теперь любая. Содержится в максимальной неразложимой. Так, и вот это максимальная неразложимой называется неразложимой компонентой С. Чего? А, нет, ну неразложимых компонент может быть много, но потом над полем они совпадут, там, при каких-то предположениях они совпадут с неприводимыми, поэтому... Так, значит, но мы сейчас сформулируем более общий немножко результат. Нет, я на сведу неразложимую под коалгебру можно положить в одно в максимальной неразложимой? Нет, конечно. Нет, конечно. Нет, конечно. В общем случае они могут пересекаться, а, значит, но в тех случаях, которые нас будут писать, они будут просто... Вся алгебра будет их прямой суммой. Они будут совпадать с неприводимыми компонентами. В тех случаях, которые... Нас будет стать случай полной приводимости, в конце концов. Вот, то есть мы же будем с алгебрами Хопфа иметь дело, а не с коалгебрами, понимаете? А в алгебре Хопфа там, так сказать, много другого еще можно вывести, да? Вот, значит... Ну да, 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 да. Это что-то в таком духе, действительно. Аналогия правильная, да. Вот, значит, отлично. Так, но теперь давайте вспомним, что у нас с вами была вот такая конструкция. Помните, что это такое, да? Было, это вот что такое, это ядро сквозного отображения такого С, С тензор на С, С... Что там? С по Д, тензор на С по Е. Так? Д и Е коалгебры, да? А? Д и Е коалгебры. Под коалгебры. Под коалгебры. Нет, на самом деле это любые подпространства векторные, но мы как раз будем использовать для под коалгебр, и для под коалгебры, очевидным образом, Д и Е там содержится. Значит, так как... Да, ну это что значит? Это значит, что это, чего там, дельта в минус первой от... Чего там, Д тензор на С плюс Е тензор на... Чего? С тензор на Е. Правильно, да? Ядро, да? Вот, так как Д и Е под коалгебры, значит, это следует, что, что каждый из них содержится. Содержится вот здесь, ну и содержится вот здесь, естественно. Так, ну и тем самым их сумма содержится. Так, тем самым их сумма Е плюс Д содержится в, значит, содержится в сумме вот... Этих вещей, а? Ну, содержится, что в уме. Кто? Ну да. 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 Вот, так у нас будет случай, когда не равно. У нас будет случай, когда вот эта сумма не равна вот этой сумме. Левая часть содержится в каждом из слогаемых, да? Левая часть содержится в каждом из слогаемых. Сейчас, если два слоганых не равны, то точно не равно, да? Ээээ... Конечно. Да. Значит, определение. Сейчас мы увидим, сейчас мы увидим, значит, что это, что это за условие. Это будет условие такое, у нас будет стать примитивные элементы, но примитивные не с единичкой, а примитивные с групповыми элементами. Вот это условие нам позволит определить отношение эквивалентности на элементах группы, что найдется элемент, вот элемент примитивный с этими H и G, который не сидит в подалгебе, порожденной разностью H и G. Так, это определит отношение эквивалентности на групповых элементах, существование примитивных элементов таких. Вот, значит, так вот, это условие, то, что это не равно, позволяет определить элементарную эквивалентность. Так, то есть мы скажем, что E элементарная эквивалентна D, элементарная эквивалентна. Так, значит, по-английски это называется, значит, но эквивалентность называется linked, E и D linked, а значит, вот элементарная эквивалентность direct linked. Значит, если E плюс D не равно, не равно вот правой части. Да нет, да нет. Вот мы как раз увидим, что, значит, на самом деле там, в случае, который нас будет интересовать, в конце концов, единственный групповой элемент, который эквивалентен, да, ну понятно, что групповой элемент порождает, групповой элемент порождает одномерную подалгебру, да? А? Под эти алгебры, ну не элементарные эквивалентны, а эквивалентны, сейчас я скажу, что это такое. Понятно, что эквивалентность это транзитивное замыкание элементарной эквивалентности. Так, значит, но мы это будем использовать для, только для, значит, только для простых подкоалгебр. Так, то есть, ну понятно, что это одномерные подкоалгебры, они просты, то есть нас этот случай интересует, на самом деле. Так, значит, определение. Две простые подкоалгебры, значит, s и t. Так, ну и вот здесь, как это по-русски? Связаны, да? Сцеплены? Линкт. Связаны. Ну, эквивалентны, да, конечно. Значит, если их можно соединить цепочкой, вот таких вот элементарных эквивалентностей. То есть, s равно s0, элементарный эквивалентный s1, элементарный эквивалентный s2 и так далее, элементарный эквивалентный sn, которая равна t. Вот, значит, ну вот, и, s и t просты. А, все просты. Все просты. Все просты. Все просты. Все просты. Так, и, значит, понятно, что коалгебра называется, называется linked decomposable. Так, ну, link это как? Звенно не раз... link это что такое? Звено? Ну, да, связь, да. Ну, link decomposable. Связаны не возможно. Связаны имеют в русском другое. Связаны это connected. Понимаете? Плохо. Вот поэтому я бы, я бы не перевел не связаны, а как-то иначе. Или перейти на английский, да. Значит, если я буду употреблять термины, которые я не знаю, как перевести, но это нужно смотреть работы, значит, на русском, я думаю, только работы Артамонова, потому что больше никто вот по классификации. То есть, там есть книжка Харченко про действие алгебр, ну, про теорию голова колец, про действие алгебр Хопфа на кольцах, но эта книжка еще до вот структурной теории, и поэтому я думаю, что единственное, где можно найти терминологию, это вот в работах Артамона. На русском языке, да. Значит, link and decomposable, если все ее простые алгебры связаны, все ее простые подкоалгебры связаны. Ну и понятно, что, значит, точно так же, как выполняется точно то же самое, что, значит, можно определить linked and decomposable components. Так что, значит, у коалгебры, значит, любая простая под коалгебры содержится в link and decomposable component. Так, значит, ну вот, и сейчас мы увидим конкретный пример, который нас будет интересовать. Так, значит, лемма, вот на самом деле это все определялось для того, чтобы посмотреть на следующий пример. Пусть у нас G и H принадлежат групповые элементы. Так, значит, тогда, тогда вот соответствующие одномерные подалгебры, подкоалгебры, являются directly linked в том и только том случае, когда существует примитивный элемент, не принадлежащий К от G минус H. Такой, что, значит, дельта от X равняется G тензор на X плюс X тензор на H или дельта от X равняется H тензор на H тензор на X плюс X тензор на G. Так, то есть, понимаете, да, значит, существует примитивный элемент, который их зацепляет, не принадлежащий. G минус H, да. Так, ну, нужно посчитать, чему равно дельта от G минус H. Так, и да, увидеть, что, значит, дельта от G минус H. Так, чему это равно? Это равно G тензор на G, да, минус H тензор на H, правда, да? Так, но теперь напишем, напишем минус G, ну да, G заменим на G минус H и H заменим на G минус H. Тогда, так сказать, то, что лишнее сократится, да? Понятно, что для двух, любых групповых элементов этот элемент является, удовлетворяет этому точнеству. G тензор на G минус H минус H минус H тензор на H. Плюс, 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 плюс. G элементы группы, тогда же да? Да, ну да. Так, а не в коалгебре. Вот, то есть я к тому, что вот этот элемент, он всегда таким является. Вот если есть еще какой-то элемент, то есть нельзя определять этим равенством, но тогда любые два элемента будут эквивалентны, будут связаны. Так, значит, это значит, что существует какой-то посторонний элемент. Но из того, что там один элемент, что для одной пары существует или для другой пары существует, это не значит, что для первой и третьего существует. Но их можно соединить вот такой цепочкой. То есть, поэтому нужно брать транзитивное замыкание. Понимаете, да? Мы не пытались доказать, мы сказали, что G минус H всегда является таким. Поэтому нас не интересует, нас другие элементы интересуют. Потому что если бы мы определяли просто, что существует такой Х, то мы получили бы, что любые два элемента эквивалентны. Но это не так. Вот, значит, ну вот. Так, ну и теперь, я думаю, что у нас, значит, все готово для того, чтобы сформулировать основные результаты, так, которые говорят, как устроены, значит, как устроены точечные алгебры над полем. Хопфа и групповых точечных алгебры над полем характеристикой 0 мы уже классифицировали. Вот, поэтому, значит, на самом деле, на самом деле для того случая, который нас интересует, это уже будет давать полный ответ. Так, ну вот, значит, значит, вот пусть у нас H это алгебра Хопфа. Теперь, значит, пусть у нас H это элемент G от H. Так, значит, тогда мы определим, положим H это неразложимая компонента над полем, потому что над полем очень существенно здесь. Так, мы знаем почему, начиная с того момента, что эти вот вещи линейно-независимы просто. Значит, неразложимая компонента H, содержащая, содержащая КЖ. То же самое, что содержащая КЖ, поскольку это под алгебра, да, конечно. Вот, значит, тогда у нас вот мы только что определили отношение эквивалентности на групповых элементах. Так, мы знаем, когда два групповых элемента неразложим. Тогда про эти компоненты можно проверить легко, это еще примерно страница текста. Так, следующее свойство. А, проверка всех этих теорем теперь, поскольку они сформулированы, это упражнение. Да, значит, что если H это точечная алгебра ХОП-Фанатка, так, а G это вот группа ее групповых элементов. Так, тогда, значит, первое, G от компоненты G, это в точности множество H из G, которые эквивалентны G. Вот в смысле этого, да, определения, да. Вот я, я положу, я написал, что это значит. Так, это первое, значит, для всех G, естественно. Второе, компоненты единицы, ее групповые элементы образуют нормальную подгруппу G. Так, значит, да, так, третье, ну, третье, что, естественно, значит, что происходит с компонентой при сдвиге. Так, ну, верим сразу, да, для любых двух элементов. Так, значит, третье, и вот здесь, наконец, должно в какой-то момент сыграть то, что это алгебра ХОП-Фа, правда, да. Мы должны сказать, как это еще все связано с антиплодом. Значит, третье, четвертое, ну, четвертое, что это, значит, действительно, что это действительно градунировка. Значит, H, ну, отсюда вытекает, HGH содержится в HGH. Ну, и пятое, что S от HG, так, ну, и все знают, чему это будет равно, правда, да. Ну, это скорее градунировка, потому что они будут, на самом деле, в интересующий нас случай они будут просто независимы. То есть, вся алгебра будет их суммой. Градунировка при помощи, ну, только при помощи группы. Значит, ну, или фактор группы. Градунировка, значит, HG-1. То есть, на самом деле, роль будет играть, конечно, группа Gπn. Так вот, вся алгебра будет представляться в виде скрещенного произведения H1 и K от Gπn. Вот в этом и стоит теорема. А в интересующем нас случае n будет равно единице, и вот, значит, ну, все. Теперь мы формулируем основную теорему о строении, о строении точечных алгебр, которая полностью сводит их к изучению неразложимых точечных алгебр. Но вот неразложимых точечных алгебр, да. В общем случае, как бы, ну да, в общем случае, если не предполагать кокоммутативность, то их очень много даже над полем практически ноль, даже конечномерных. Их просто очень много. Ну вот на эту тему, кстати, очень много писали Андрюшкевич и Шнайдер. Вот у них там Энус статья, там еще как бы куча текстов, где они классифицируют точечные алгебры вот в таком смысле, там, при каких-то предположениях дополнительных. Значит, ну вот основная теорема. Пусть H точечные алгебра Хопфа на поле. Значит, G – это ее группа примитив… групповых элементов, а n – это G от H1. Так, тогда, первое, H1 под алгебра Хопфа. Так, значит, ну а n мы знаем нормальная подгруппа. Так, второе, значит, H1 смеш-произведение с К от G по n является алгеброй Хопфа. Так, ну тут мы что-то еще должны определить, правда, да? Так, мы должны определить, значит, например, действие и мы должны определить… Межеринг, да, мы должны определить межеринг и мы должны определить коцикл. Вот, ну пусть у нас, значит, G1, Gn – это представители… Ну понятно, что можно то же самое для бесконечного писать, но это, так сказать, как бы… Да. Значит, представители смежных классов. G, g, t, n. Так, ну мы, значит, понятно, что тогда классы G, e, t, n, они порождают фактор-группу, так, тем самым порождают алгебру, групповую алгебру этой фактор-группы, так, Так, и тем самым достаточно задать только действие на базисе, правда, да, но поскольку у нас все линейно, там, билинейно и так далее, то достаточно задавать, как эти элементы действуют. Так, значит, где g и t n на а равняется g и t а g и минус 1, так, это принадлежит h1, так, где а принадлежало h1. Это раз, и второе, мы должны задать, чему равняется сигма от g и t n, g и t n, значит, это равняется, так, это должен быть элемент чего? Это должен быть элемент, значит, элемент чего, должен быть элемент h1, а элемент h1 состоит, значит, h1 состоит из, чего там, ну, во всяком случае, h1 содержит элементы n. То есть, ну, хорошо было бы, чтобы это был элемент n, ну, чего там, значит, h1 на h1 принадлежит, там, единственному смежному классу. Ну, раз принадлежит смежному классу, то имеет такой вид, имеет вид, значит, h у нас занято, h это элемент группы, да, k, так, раз, значит, имеет какой вид, элемент какой-то нормальной подгруппы, да, как мы его обозначим? n у нас занято, ну, это, так, ну, то, что здесь написано. А? Ну, n. Ну, какая у вас буква? Можно ещё что вы хотите сказать? Я хочу сказать, что мне нужна буква для f. А, вот. f и g на gk, где f и g принадлежит n. f и g, принадлежит h1. n нормальная подгруппа, поэтому всё равно с какой стороны написать. Вот, значит, ну вот, ну и третье, теперь все поняли, что наша алгебра h будет просто этому изоморфна. Нужно построить явным образом изоморфизм, ну чего там, взять и перемножить. Так, значит, на самом деле, значит, здесь все, все эти проверки, это просто нужно отмотать все определения, понимаете, да? Да, да, примитивные были нужны, чтобы понять, когда два групповых элемента эквивалентны. А если у нас σ10 тривиально, получится, что h1 будет ровно это? Да, да, совершенно верно. Вот ровно это и будет следствие, то есть когда, значит, да, именно ровно так. Вот, ну и третье, значит, отображение из h, h1, значит, тензорно, крост k от g n, которая элемент, значит, а на g и t переводит в а тензорно g и t n является изоморфизмом. Хопфа-алгебра, изоморфизм, хопфа-алгебра, и алгебра Хопфа. Так, ну все, так, в случае характеристики 0, это общая теорема, и, значит, я повторяю, что здесь на самом деле, вот, самая трудная была проверка, извините, того, что вообще это алгебра. То есть все остальное, все остальные проверки гораздо проще. Самая трудная была проверка касательностей. Можно вопрос? А где вообще чистотеортически может использоваться в поле? Везде. Везде. Начиная с того, что элементы, групповые элементы линейно независимы. С того, что это реально базис, с того, что мы, вы понимаете, в тот момент, когда мы строим эти, мы эти отображения строим на базисе. Значит, если бы они не были линейно независимы, то тогда мы бы не доказали корректности никаких, потому что, и это не так действительно. Понимаете, да? То есть это, значит, на самом деле то, что это поле используется в виде леммы Аркина-Дедекинда. А почему, например, расследие H на смежный класс с твоей положительной? Чего? Ну, у нас заморфизм задан на смежных классах. А принадлежит H1. Видимо, вопрос в том, почему... А почему вообще это... Почему H прожидает? Значит, потому что... Да, значит, потому что... Мы задаём, конечно, это на... Да, значит, почему H является линейной оболочкой этого дела? Значит, сейчас... Потому что что такое было H1? Значит, H1 было... Чем там неразвимой компонентой? Ну, вот, неразвимой компонентой H. Совершенно верно, да. Совершающей единицу. Так, значит, каждый элемент сидит в какой-то неразвимой компоненте. Каждый групповой элемент сидит в какой-то неразвимой компоненте. Они максимальны, да? Значит, так... Значит, групповые элементы, это в точности одномерные, все одномерные, да? Под коалгебры, да. Так, в точности все, значит, в точности все простые под коалгебры, да? Так... Так, значит, сейчас... Точечность, да, 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 да. Совершенно верно. Совершенно верно, что каждый... Значит, любая... Любая простая под алгебра одномерна. Значит, любая простая под алгебра порождается... Понимаете, да? Порождается групповым элементом. Да. Так... Да. Вот... И мы поняли, где действительно, что точность используется самым существенным образом, правда? Что все простые под коалгебры одномерны. Вот. Значит... Так... Ну все, значит, случай полихарактерический ноль. В случае полихарактерический ноль и кокомозативных под алгебр, все становится резко проще, потому что тогда отношение эквивалентности тривиально. Так... Значит, на группе. И тогда H1 будет просто, значит, неприводимой. Так... И... А неприводимые и точечные мы знаем. То есть вот, так сказать, как бы план доказательства. Так... Значит, это теорема в общем случае, да? Так... А теперь случай полихарактерический ноль. Значит, кокомутативные алгебры Хопфа над полем характеристики ноль. Так... Значит, в этом случае... С эквивалентно Т в том и только том случае, когда С равно Т. Очень легко доказать. Так... Значит... Ну, то есть, тем самым, неприводимые компоненты... H... Это то же самое, что неразложимые компоненты? А... И это в точности то, что вы сказали. Это в точности то, что связанные компоненты алгебраической группы... Значит... И неприводимые компоненты... А? Ну, для алгебраических групп, значит, связанные компоненты точно то же самое, что неприводимые компоненты. Как алгебраического многообразия. Вот это ровно... Это полная приводимость, так сказать, да? Это ровно то, что вот здесь происходит. И это то же самое, что... link and decomposable. Компоненты H. Так? То есть, это значит, что... Это значит, что в этом случае H будет прямой суммой своих неприводимых компонентов. Ну, это понятно, да? Так? То есть, следовательно... Значит, следовательно, H прямая сумма неприводимых компонентов. Так? То есть, случай полной приводимости. Вот. Ну... И эта теорема таким образом превращается в следующее. Вот это вот под алгебр неприводимо. N совпадает с единицей. Понятно, да? Так, теорема. Значит, пусть H точечная, кокомонативная точечная алгебра Хопфа... К коммутативная точечная, кокомутативная точечная, кокомутативная. Значит, понятно, что кокомутативная означает, что групповые элементы эквивалентны только, когда они равны. Но формулу вспомните, да? Для того, когда эквивалентны два групповых элемента, когда существует Х. Ну, так вот, не существует. Вот. Значит, ну вот, да, кокомутативная точечная алгебра Хопфа над полем К. А, ну давайте я сотру все-таки еще лишнее. Потом придется переписать, но над полем К характеристики 0. Над полем К характеристики 0. Так, значит, тогда, значит, во-первых, N равняется, G от 1 равняется 1. Ну и, следовательно, значит, G по N равняется G. Так, значит, G на A равняется G A G минус 1 для любого G из G от H и любого A из H1. Так, значит, Сигма от G равняется 1 для любых G и H из G от H. Так, ну и, следовательно, мы получаем вот что. Значит, таким образом, первое, U равняется H1, значит, является KG модульной аугеброй, аугеброй в категории KG модулей. Так, вот с таким вот действием. Ну и второе, значит, H изоморфно, U смеш произведения с K от G. Так, значит, ну а тензор на G, A G изоморфизма алгебры Хупфа. Так, ну а теперь смотрите, вот эта алгебра, она точечная, кокоммутативная и неприводимая. И неприводимая. А такие мы кластью висели в прошлый раз, это теорема Милнера-Мура. Так, значит, U, H1, значит, точечная, кокоммутативная, неприводимая. Ну все, следствие. Это, это, это следствие из того, что, из предыдущей теоремы. Это, это просто, это моментальное следствие предыдущей теоремы с учетом того, что в кокоммутативном случае два групповых элемента не могут быть никогда. Это просто в точности предыдущая теорема. Ну посмотрите, примените предыдущую теорему к случаю, когда n равно единице. Вы увидите, что в этом случае экоцикл исчезает, правда, да? И, значит, вместо крост произведения мы получаем смеш произведения. Вот, ну а следствие, значит, теорема, это просто частный случай предыдущей теоремы. Значит, следствие, значит, теорема, теорема Кортье-Костанта Габриэля. Ну, можно предполагать либо, что, значит, h кокоммутативная точечная над полем, k характерически 0. Ну, либо это вытекает из того, что k алгебраически замкнута. Это мы проверяли как раз, да? Помните, да? Либо можно предполагать, что просто кокоммутативная над алгебраически замкнутым полем практически 0. Тогда h равняется, так, тогда точечная и кокоммутативная неприводимая, теорема Милнера-Мура, это будет UPH смеш произведения KGH. Вот это как бы апофирус всего этого дела. Вот, ну, то есть вот кокоммутативной, видите, грубо говоря, ничего нету, кроме, ну, в характеристике 0. Ничего нету, кроме универсальных обертывающих и групповых кокоммутативных. Так, если не предполагает кокоммутативность, то, конечно, значит, ну или если не предполагает, что характеристика нулевая, то, конечно, без кокоммутативности мы даже в характеристике 0 конечномерной не можем классифицировать, близко. Так, а значит, ну да, этим народ и занимается. Народ заменяет кокоммутативность на контролирую, и тогда нам нужно деформировать и произведение, и ко-произведение. Там есть такого же типа теоремы, вот всякие теоремы, там типа вот, ну, которые связаны с byproducts, с двойными произведениями, когда у вас меняется и, ну, и смеш-произведение, и ко-смеш-произведение, ну вот там конструкции типа Дринфильда, да, вот этого, так сказать, такого типа вещи. Там есть классификационные теоремы, но тоже про каких-то предположениях. Общей классификации, даже для конечномерных, даже в характеристике 0 близко нету, а, значит, в положительной характеристике я объяснял, почему там не может быть, потому что там, там возникают расширения вот таких алгебр при помощи таких же алгебр, ну и все, в этот момент, так сказать, как бы сдача опари-матриц, так, потом какие, там не обязательно будет вся универсальная обертывающая алгебра, они не обязательно линейные независимы, там формула не работает, вот типа экспоненцирования, да, нельзя делить на факториалы, и поэтому это не обязательно будет, это может быть там ограниченная обертывающая алгебра, что в таком духе, конечномерная, да, но потому что там, так сказать, многочлены не изоморфны в положительной характеристике разделенным степенем, и поэтому вы можете отсекать на любом месте там, на какой-то степени высокой, да, так, то есть там куча возникает примеров других, то есть положительные характеристики, куча других примеров, вот они все устроены так, как говорится в этой теореме, но мы совершенно близко не знаем, как устроена H1, да, вот такого типа теоремы можно доказать, да, но, так сказать, мы близко не знаем, как устроена H1, для кокомутативных, а для не кокомутативных, ну, так сказать, то есть вот это, так сказать, как бы первая цель, но я считаю, что я вам рассказал такое количество деталей, значит, что, в общем-то, все декачества после этого восстанавливаются, то есть там некоторые восстанавливаются с неким упорством, да, так, то есть там есть декачество, которое занимает 3-4 страницы там книжного или журнального текста, но это проверки, то есть это вот, я думаю, что мы видели там несколько такого типа вычислений на доске в достаточном количестве, чтобы понять, какого типа соображения при этом, так сказать, используется, да, ну, то есть на самом деле нужно просто честно отматывать определение, я думаю, что конструкции идеи вот этого декачества я вам все рассказал, вот, и теперь у нас составит совсем мало времени, но вот я говорю, что в пятницу я не могу, значит, поэтому я постараюсь вам рассказать за следующую среду, объяснить, как, как не только вот эта вот вещь, но и вот эта вещь появляется в теории Голуа-Хопфа, значит, но вряд ли я смогу объяснить более общие вещи, как действуют настоящие, так сказать, алгебры Хопфа, не только автомортизм, но и дифференцирование, вот настоящую теорию Голуа-Хопфа, так сказать, я вам рассказать не смогу, так, но, по крайней мере, думаю, что смогу точно сформулировать, значит, основную теорему теории Голуа для несепарабельных расширений, вот для ненормальных не смогу, а для несепарабельных смогу, нормальных на несепарабельных, так, и там вот возникает автомортизм и дифференцирование, вот эта теорема говорит, что в коком и кином случае ничего нету, кроме автоморфизмов и дифференцирований, в коком и кином случае, а в общем случае, конечно, там могут быть очень замысловатые, так сказать, формулы, то есть там алгебра Хопфа может действовать каким-то совершенно другим образом, понимаете, не автоморфизмами, не дифференцированными, а какими-то гораздо более сложные функциональные уравнения, так, чем вот эти два типа, которые мы хорошо понимаем, так, но, значит, в следующий раз я постараюсь, значит, сформулировать основную теорему теорию Голуа, вот, и если не успею, то придется еще один раз, да, наверное. Продолжение следует... Продолжение следует...